всем привет с вами ирина и канал my diy life не знаю как у вас у нас всю прошедшую неделю лили дожди каждый день с небольшими перерывами где-то несколько капель упало где-то были прямо настоящий ливни вчера был прямо дождь с градом и конечно все это не лучшим образом сказалось на внешнем виде сада есть кстати у меня такая примета обязательно когда наступает первое цветение роз когда ждешь вот эту самую первую самую обильную волну цветения обязательно проходит дождь и бьет все цветы либо те цветы которые боятся влаги боятся дождя они повисают какими-то бесформенными ужасными тряпочками вот почему-то каждый год у нас это происходит но вот сегодня наконец первый день когда дождя не было я надеюсь что больше их уже и не будет хотя прогноз погоды к сожалению не очень радужный ну а пока пойдемте покажу вам что произошло у меня в саду за неделю меня просили рассказать про слепые побеги урод сейчас я вам попытаюсь найти показать что такое слепой побег честно говоря в этом сезоне это достаточно сложно на самом деле образование слепых побегов очень сильно зависит от погоды по моим наблюдениям если весна была холодной дождливые какие-то вот эти были последние заморозки или какой-то какая-то температура близко к заморозкам вот в таких условиях слепые побеги образуются гораздо чаще если весна теплая дружно и розы идут в рост и никаких неблагоприятных моментов не было то слепые побеги может быть сложно найти но сейчас попробую найти вам здесь вот у меня розы растут совсем в тени им было тут не очень хорошо и кое-где я нашла нечто похожее на слепой побег сейчас я вам покажу и так в нормальных условиях любой побег розы заканчивается цветами если это роза повторно цветущая либо если роза однократно цветущая то однолетние побеги просто заканчиваются зелеными листочками ну а слепой побег отличается от всех остальных тем что если вы на него хорошо посмотрите внимательно на самый кончик вот здесь видно что макушечка видите у него черная то есть точка роста по каким-то причинам погибла здесь вот достаточно хорошо видно прямо черную точку если роза давно сидит да вот этот вот отмерзший кончик может отвалиться вот я его сейчас ногтём убрала и в принципе его может быть практически не видно то есть получается побег роз роз и заканчивается скажем так ничем да у него нету не бутонов не цветов не листьев да то есть вот он дорос до этого места у него макушечная почка точка роста погибла по каким и дальше этот побег не растет то есть вот он сидит он замер в таком состоянии и дальше ничего с ним не происходит смысл слепого побега именно в том что вот на макушке вы можете найти либо вот какое-то маленькое утолщение либо вот это вот почернение да вот эти погибшие листочки крошечные микроскопически либо просто кончик побега заканчивается ничем видно что него там такая вот площадочка дан в том месте где должны расти новые веточки новые листочки вот именно этим слепой побег отличается от например жирующего побега как его называют или ну просто побега который растет и не цветет после того как вот эта верхушечная точка роста гибнет побег он замирает в росте и вот вроде как у вас есть побег но ничего с ним не происходит он не цветет не растет дальше он просто вот сидит и ничего не делает и как нам бороться с этим вам нужно просто этот побег обрезать немножко ниже обрезка как всегда делает обрезка она стимулирует пробуждение почек стимулирует рост и если в этот побег укоротите например на треть высоты он даст новые побеги из почек которые прячутся в пазухах листьев и после этого вот эти боковые побеги уже зацветут как обычно какие-то годы слепых побегов может быть очень много вот например в прошлом году у нас на севере подмосковья было необычайно много слепых побегов я думаю это связано с тем что у нас была очень холодная затяжная весна те кто в подмосковье я думаю знают ну а в этом году например их практически нет благодаря тому что весна была достаточно теплая благоприятная для растений и в общем то никаких проблем с пробуждением с подмерзанием у нас не было поэтому я честно говоря с большим трудом нашла побег вот здесь я еще нашла пару вариантов вот смотрите вот это нормальный побег у которого макушка заканчивается бутонами и вот здесь тоже видно хорошо здесь у него погибла верхушечная . но здесь из-за того что роза очень сильно видите уже образовалась почечка которая дальнейшем пойдет в рост но опять же такой побег вы можете стимулировать к росту к более быстрому если вы его обрежете ну а вот жирующий побег у повторно цветущей розы у которой каждая ветка должна заканчиваться цветами вот такой побег у него как видите никакого повреждения нет но просто она растет растет и выдает все новые и новые листья при этом не выдает цветов вот такой побег называется жирующим эти побеги появляются в случае если вы слишком хорошо кормили вашу розу и она все силы пускает в рост вместо того чтобы образовывать цветы в этом случае стоит ограничить подкормку азотом именно из-за избытка азота вот такие побеги появляются и опять же этот побег нужно обрезать роза даст боковые ветки и они уже нормально за цветут то есть в общем то что с жирующими что со слепыми побегами мы обращаемся одинаково примерно на треть высоты их обрезаем благодаря чему они дают боковые ветки которые уже нормально за цветут после моего прошлого влога очень многие спрашивали меня про это дерево просили рассказать это катальпа это североамериканское дерево родом если я не ошибаюсь с востока северной америки и собственно название катальпа это индейское название его есть несколько видов вот эта катальпа обыкновенная у меня сейчас она цветет цветы у него похожи немножко на каштан хотя менее декоративные а после цвета не вот эти вот цветочки дают длинные длинные тоненькие стручки вот эти вот коричневые волосатости которые висят на дереве это прошлогодние стручки я хотела их срезать но потом так и не собралась в них созревают семена вот они до сих пор висят когда я под ним прохожу они пытаются за меня зацепиться семена у дерева очень легко сходят и в общем-то их легко вырастить и семян то что я смогла это сделать доказывает их живучесть потому что у меня сеянцы умирают всегда с очень больше большой вероятностью но вот это дерево я умудрилась не уморить ему уже мне кажется около 15 лет считается что катальпа у нас зимует не очень удачно часто подмерзает оно действительно не слишком зимостойкая но насколько я знаю очень сильно влияет на его зимостойкость как раз таки происхождение посадочного материала то есть если вы также собрали семена с какого-то дерева которое растет в вашей местности и вырастили из него сеянец с гораздо большей долей вероятности такое дерево будет хорошо зимовать чем если вы купите какой-то саженец привозной дерево на самом деле очень декоративное и в саду очень красиво смотрится у него листья похожи на сирень но они гораздо крупнее ну и вот эти вот стручки висящий тоже на мой взгляд очень декоративно смотрится особенно издали так что если у вас где-то растет катальпа я знаю что во многих более южных городах их сажают в парке опять же благодаря их декоративности в сочи я видела знаю в волгограде в парках растут то вы можете просто попробовать собрать семена с какого-то дерева в парке посеять они очень легко сходят и дальше уже посадить у себя в саду из каких-то особенностей ухода в общем-то никаких особенных сложностей это дерево не вызывает не считая зимостойкости единственное что она любит влагу я думаю это понятно по его огромным листьям дерево очень любит попить побольше поэтому в засуху особенно старайтесь его побольше поливать это пожалуй единственный момент я свое дерево никак не укрываю ну я думаю вы понимаете что вот такой высоты щас я отойду подальше чтобы было понятно его размер мне кажется она порядка 4 метров уже его конечно никак не накроешь не обернешь ничем я ничего с ним не делаю но тем не менее вот условиях моего сада она хорошо зимует и кстати хочу предупредить если у вас вдруг есть саженец катальпы имейте ввиду что она достаточно поздно просыпается в середине мая она еще может стоять голая и каждый год мы смотрим на это дерево с замиранием сердца и думаем перезимовала или нет потому что все уже в листьях уже везде листья распустились а наша катальпы стоит все время голая но если присмотреться почки все живы так что просто имейте ввиду что просыпается она достаточно поздно не торопитесь и обрезать дайте ей посидеть спокойно и в конце весны она проснется листья распускаются поздно но и опадают тоже поздно она осенью бывает желтая если не успевает дох до первых заморозков то бывает что листья опадают уже прямо зелеными меня в прошлом видео просили показать обрезку роз после цветения в общем то никаких особенных сложностей здесь нету но раз обещала показываю и так после того как роза отцвела вот здесь у меня мой белый штамп как видите весь уже облетел благодаря дождям в последнюю неделю и его уже можно обрезать после цветения для того чтобы он поскорее выпустил новые побеги и опять зацвел вы берете цветочную кисть вот например вот эту находите первый настоящий листочек то есть тот листочку которую пять листьев и обрезаете все что выше этого цветочка для того чтобы вот из почки которые в этом листочке есть пошел новый побег который зацветет в принципе вы можете не соблюдать это правило вы можете обрезать пониже чем первый настоящий листочек в общем-то совершенно не обязательно руководствуйтесь тут уже внешним видом куста если вы где-то видите что есть побег который прям сильно выбивается вы можете его обрезать покороче точно так же мы поступаем и на крупноцветковых розах вот роза остина мы находим на веточке то место где начинают уже расти листики обрезаем иногда на самом деле я даже вот такие цветки которые еще не отсвели но уже скажем так куст не слишком декоративно смотрятся даже с вот этими последними цветами я предпочитаю их тоже обрезать для того чтобы куст уже следующую волну цветения дал более дружно чтобы он сейчас не тратил время на эти последние цветки которые уже в общем то не слишком декоративные а уже тратил силы на наращивание новых побегов с бутонами вот такие вот цветки я тоже обрезаю здесь у нас получается было две веточки одну и отрезала вторую тоже вот в общем то сейчас уже видите пошел молодой побег я отрежу на том уровне чтобы все соки пошли вот в этот молодой побег который даст уже новые цветы и вот здесь тоже в общем то видно вот был цветочек и вот здесь видите уже даже пошли почки ниже этого цветочка отрезаем и тем самым даем вот этой почечки больше сил для роста у меня уже зацвела гортензия к сожалению я конечно же не собралась полить ее второй раз квасцами помните той голубой водичкой которые я весной их поливала поэтому они у меня не стали ни голубыми ни фиолетовыми все равно остались розовыми так что опять не видать ни голубых гортензии в этом году но тем не менее куст цветет очень хорошо в этом году хорошо перезимовал видите весь усыпан цветами она еще только начинает цвести кстати сказать вот этот вид гортензии очень хорошо черенкуется я ее черенковала делала отводки вот всеми такими способами она очень хорошо размножается и и кстати интересный момент не знаю знаете ли вы или нет у всех гортензий вот эти красивые розовые цветочки это на самом деле не цветочки это листочки цветочки у них это вот эти крошечные серединочки такие маленькие невзрачные а вот эти вот яркие розовые или белые у древовидных гортензий цветочки то что мы привыкли называть цветочками это на самом деле прилистники и они такие яркие для того чтобы привлекать насекомых вообще очень люблю гортензии не только макрофиллу но и гортензию древовидную и гортензию метельчатую они еще конечно все не цветут поэтому вот макрофилла моя радует меня самый первый здесь у меня ботанический курьез у меня тут древовидная гортензия желтолистная на самом деле конечно это не гортензия желтолистная это у меня на нее улегся хмель сорта аурея смотрится издали как будто гортензия вся с желтыми листочками мне кстати очень нравится но на самом деле вот вот он хмель он у меня растет на арке и вот он уже переполз на гортензию надо сказать кстати что вот за этим видом хмеля я в свое время гонялась долго долго нигде не могла его купить вернее покупала и он у меня умирал маленькие саженцы не выживали почему-то хмель вот когда он совсем маленький совсем еще крошечный саженец он очень плохо переносит пересадку я заметила если уже когда хмель большой его в общем-то легко и пересадить и он сильный достаточно агрессивный хотя вот этот вот сорт аурея он менее агрессивный чем видовой видовой у меня тоже есть на заборе растет вот этот мне очень нравится за свою лимонную листву он прям очень декоративный такая видите арка получается красивая мне очень нравится как она смотрится там в уголочке небольшой спойлер у меня поселился мой обелиск 2 который я вам показывала как сделать пару недель назад я думаю что я его поселю в этом месте у меня там чуть подальше растет клематис вот клематис его поставлю вот вернусь к хмелю в итоге я купила достаточно дорогой большой саженец крупные только вот такой крупный саженец у меня прижился а все то что я покупала в маленьких горшочках у меня умирала с тех пор я его боюсь трогать я отсадила его в пару мест он благополучно разросся я вот здесь вот у основания откапывал корешочки с листвой и надо сказать что вот первое время после пересадки он прямо очень плохо себя чувствует имейте это в виду если захотите завести у себя хмель кстати покажу вам мою хмельную стенку вот она моя стенка мне кажется он не показывал еще этот кусочек сада это забор рядом с бассейном вот здесь у меня растет обычный хмель самый-самый обычный видовой хмель здесь у меня туя которая под ним практически погребена и вот здесь видно разницу не знаю видно ли на камеру вот здесь уже хмель аурея он более светленький чем обычный видовой видовой конечно более агрессивный и вообще кстати мне очень нравится как смотрится хмель на заборе у меня здесь такие немножко задворки но тем не менее получается видите такая прямо живая изгородь мне очень нравится как выглядит хмель это сетка рабиц просто увитая побегами хмеля хотя конечно растение достаточно агрессивная он все время пытается вылезти куда-то в стороночку куда-то подальше захватить побольше места и только газонокосилка его сдерживает от этих порывов вообще мне очень нравится идея когда на каком-то кустарники растет ли она вот как на этой гортензии у меня получилось совершенно спонтанно я в свое время очень много пыталась подобных дуэтов организовать у себя в саду мне очень хотелось розу с клематисом пускать вместе либо плюс пускать клематис на какой-то кустарник но у меня честно говоря далеко не все вариации которые я пробовала оказались удачными вот хмель этот на гортензии вот видео на дальнем плане это совершенно случайный вариант но удачный и еще у меня есть сейчас вам покажу второй вариант это клематис гортензии здесь у меня гортензия метельчатая честно говоря не помню сорт не самый удачный если честно потому что вот эти вот соцветия него только-только начали распускаться не такие очень рыхлые очень воздушные мне больше нравится когда плотные шапочки у метельчатой гортензии и вот здесь рядом с ней растет клематис сорта виктория это кстати 3 мой любимчик он меня в прошлый раз не цвел поэтому я вам его еще не показывала вы видите сколько бутонов он отличается совершенно потрясающей обильностью цветения я вам еще его непременно покажу когда он весь распустится и вот он у меня чуть-чуть ложится на гортензию хотя изначально я думала что у меня как раз будет весь кусту вид клематисом и будет двойное цветение сначала клематис потом гортензия но к сожалению получилось только отчасти клематис все равно растет на своей опоре и на гортензию лезть не хочет если у вас есть какой-то удачный опыт в сочетании лианы с кустарниками например тот же самый клематис с розы и с крупной либо с каким-то другим кустарником обязательно напишите мне и какой сорт клематис и какой кустарник потому что сама по себе идея клематиса который увевает какой-то куст и в результате получается что кустарник который цветет например в начале лета получает потом как бы в повторное цветение за счет того что на нем зацветает клематис вот эта идея мне очень кажется привлекательной но у меня к сожалению пока ни разу не получилось ее воспроизвести в саду потому что у меня либо клематис не хочет идти на куст либо куст оказывается погребен под клематисом то есть видимо нужно очень внимательно подбирать и сорт клематиса и тот кустарник который вы будете увешивать этим клематисом поэтому мне очень интересно услышать если у кого-то был удачный опыт подобных посадок что вы сажали и как она в итоге получилось иногда новички спрашивают меня по поводу таких красных пятен на лепестках что это такое решила рассказать на случай если кто-то не знает это действие грибка считается что это серая гниль вызывает возникают вот эти пятна на розах как правило светлой окраски белых или нежно-розовых после дождя это повреждение от дождя я думаю что многие из вас знают что например те же самые розы остина они к сожалению не слишком устойчивы к дождю сам остин относился философски к подобному поведению своих роз и не проводил отбора сортов по признаку устойчивости к дождю в отличие от некоторых других селекционеров и у него очень многие розы вот особенно вот такой нежно-розовой окраски как вот это queen of sweden они очень подвержены такому явлению и в после сильных дождей вот эти нежные чудесные цветы они либо загнивают и окукливаются я думаю многие знают вот внешние лепестки они загнивают и цветок не распускается ну а в случае если все не так скажем так удручающе в этом случае светлые лепестки просто покрываются вот этими красными пятнами это тоже самое действие дождя считается что это батритис грибок воздействует на лепестки вот если дождь был не очень сильный то вот сидела ограничивается вот такими красными пятнами ну а если дожди были затяжные если сильнее они шли то в этом случае цветки уже полностью загнивают и в принципе у эта особенность сорта да то есть вы с этим ничего сделать не сможете к сожалению у некоторых сортов дело ограничивается вот этими красными пятнышками ну а некоторые прямо могут полностью окукливаться это зависит от погоды ну и опять же от устойчивости сорта даже пока я гуляла по саду же практически стемнело уже сам совсем вечер пора к сожалению собираться ехать в город я как обычно жду ваши вопросы замечания в комментариях на сегодня все всем пока